Lost in Time будет как основа, база. Мы сделаем сейчас с вами предварительно подмалевок, потом сделаем прорисовку при помощи красок гелевых. Краску, как всегда, я буду использовать без липкости, потому что это, не знаю, мне кажется, самый комфортный вариант, потому что это стоит на месте, вообще не растекается. Здесь самое главное сделать подложку для этой краски, и я считаю, что даже самым нерисующим девочкам будет намного удобнее рисовать именно краской гелевой без липкости на пастозной густой основе, чем, например, использовать краски акварельные или краски акриловые, или рисовать гель-лаками. Гель-лаками, как правило, все равно рисуют по дисперсионной пленке, хотя можно и без дисперсионной пленки, но вязкость такая, что тонкие прорисовки, особенно если вы очень медлительный мастер, сложнее намного делать, чем если мы возьмем краску без липкости, она густая, она пастозная, она стоит на месте, не растекается. Есть, конечно, нюанс такой, да, что, возможно, где-то проще было бы взять жидкую краску, чем густую, но, с другой стороны, она стоит на месте, не растекается, можете пойти выпить кофе, придете, а у вас линии не сполимеризованные стоят все в том же месте, все как стояли, так и стоят. Блин, я забыла посмотреть, как звучит тема, представляете, я себе такая придумала сейчас, что я буду вам показывать. А тут до меня дошло, по-моему, там было слово стемпинг, было слово стемпинг. Ирина пишет, я в восторге от бокса Габриэль и дочи, когда будет следующий. Ну, следующий уже, в принципе, есть на складе, его уже формируют, но мы пока, ну, в январе точно не планировали его выпускать. Я так думаю, что, вот не знаю, потому что, видите, уже все новинки запланированы. Осень, это, как правило, у нас, ой, господи, февраль, это, как правило, выход, весна, лето. Потом, что у нас сейчас в январе выходит коллекция. Давно мы ее хотели выпустить, не получалось, что уже коллекция выходит в январе цветная. Поэтому вот бокс, я не знаю, куда там засунуть этот бокс. Хотя он уже есть в наличии. Так, решила сегодня сделать с коллекцией Lost in Time как основу. Блин, точно я должна вам стемпинг показывать сегодня, а я хотела рисовать. Я хотела рисовать. Ладно, сейчас посмотрим. Может быть, мы и порисуем, и стемпинг добавим. Так, берем с вами типсы, подставочку. Типсы, подставочку. Делаем сначала подложечку. Так, наверное, мой любимый возьму, 393. Вообще давно я им не работала. К нему, как всегда, 392. Блин, у меня в голове два дизайна, и они абсолютно разные. Нужно пока... Офигеть, кто-то решил ремонт сделать, прикиньте. Так, и номер 390. Ладно, можно сейчас сделать с этими тремя оттенками. Один сделать такой в стиле 70-х. Принты в 70-х. Они очень лаконичные, конкретные. И цвета. С одной стороны, они немножко с грязенинкой цвета могут идти, но они яркие. Вот у нас хорошо подходит вот эта тройка цветов. Можно на основе этих же цветов сейчас сделать подмалевок, под роспись. Поэтому давайте, как мы с вами поступим. Мы сейчас сначала, наверное, порисуем. Все-таки, как я проговорила в самом начале. Сейчас я хаотично, беспорядочно нанесу все оттенки сначала. Потом нам с вами понадобится базовый гель-лак. Возьмем вот этот базовый гель-лак и туп-слайдер. Если мы хотим сделать какие-то разводы, я обычно уберу эти два средства. С ними сейчас будет хорошая подложка для абстракции. Вот. Еще раз напомню. Коллекция Lost in Time. Как погода на Кипре? Ну, что-то я думала, что будет теплее. Может, конечно, я зажралась. Я не взяла ни один пуховик. Ни один. Купила себе демисезонную куртку. Такая, думаю, будет красиво. Буду под эту куртку одевать свитера кашемировые. Ну, в общем, я в этой куртке просто дико мерзну. Мне надо поехать накупить еще термобелья под ресвитера, чтобы я в куртке не замерзала. А люди не мерзнут. А вот. А я мерзну. Понимаете? Ну, вот так вот у меня. У меня, может быть, то, что у меня заболевание щитовидной железы. Потому что я, да, я очень жесткий мерзляк. Ничего не могу с этим сделать. Я всегда везде мерзну. Вот. А днем, когда солнышко, ну, в принципе, я бы сказала, тепло. Где-то градусов 20 на солнце. Вот. Но ветер, он такой, все-таки это море рядом. И ветер, ну, для меня это пронизывающий ветер. Кто-то, вон, девчонки ходят вообще просто спортивный костюм и, например, жилетка утепленная. Я так не могу ходить. И холодно. Тепло, девочки. Конечно, нет снега. Это кайфово. На море я еще не была. Так и не сходила. Так, желтенький мы, наверное, сейчас не будем наносить. Мы как раз с ним и сделаем разводы. Что я делаю? Берем палитрочку. Берем базовый. гель-лак. Это самый жидкий базовый гель-лак во имя. Вообще, я считаю, это самая лучшая база всех времен. Единственное, конечно, у нее есть не остаток, она жидкая база. Ну, блин, у нее самая офигенная адгезия. Сейчас, конечно, нам эта адгезия не нужна особо. Мы с вами делаем дизайн. Я очень часто эту базу для дизайна использую в качестве разводов. Как это происходит? Я с этой жидкой базой смешиваю нужный мне гель-лак. Добавим сюда, наверное, еще белый гель-лак. Белый лотос. Так, снова базовый гель-лак. Все материалы, которыми я буду работать, обязательно потом в описании я добавлю ссылочки на все продукты на Эмми Шоп, которыми я работала. Также все продукты можно приобрести у дистрибьютора вашего города. Как правило, дистрибьюторы у нас располагаются в крупных городах России. И там есть менеджеры по работе с салонами красоты. И также есть обслуживание мастеров, кто работает дома. Есть доставка продуктов, есть бесплатная доставка у каких-то дистрибьюторов, есть доставка от какой-то суммы определенной. Так, с базовым мы поработали, а вот теперь мы берем топ-слайдер. Берем топ-слайдер и наносим тоненьким слоем. Наносим. Теперь берем какую-нибудь кисточку. В моем случае я возьму неверную. Можно на одну половинку набрать желтенький. А здесь с этой стороны беленький. Еще раз. все и даем время, чтобы у нас все это растеклось хорошечно. Тут уже красиво здесь сейчас белый растекается, здесь оранжевый красиво. Чем красивее все это потечет, тем интереснее нам это будет все превращать в абстракцию, все это прорисовать. теперь сушу. И как я и говорила в самом начале видео, мы с вами будем рисовать краской без липкости снова. Это самая популярная краска. Продается она в наборе из 10 цветов. Белый и черный можно потом поштучно докупить. А вообще это краска именно наборная. в наборе продается. И как раз давайте отсюда возьмем черную краску и белую. Кто пропустил эфир, на этой неделе я показывала тоже роспись художественную. У нас тема была дырки. Еще раз напомню вам. Мы рисовали элементы дырки. Сегодня у нас дырок не будет. Сегодня у нас будут просто изогнутые линии. просто изогнутые линии. Так и black tar. Но так как краска густовата нам нужно создать поверхность гладкую потому что продисперсионные пленки будет очень сложно рисовать. Поэтому я беру teclas. Поэтому я беру teclas. наношу слой teclas промежуточный это слой у нас будет сушу и теперь можно уже приступать к росписи. Можно приступать к росписи. Так что еще кстати вчера был эфир по новому продукту. У нас вчера был старт продаж нового продукта который называется Kerabase это Hema Free очень долго не могли выпустить этот продукт потому что не могли завести один ингредиент причем продукт был готов еще год назад все это лежало в лаборатории мертвым грузом и только сейчас смогли произвести фраги он намного раньше тоже вышел еще мы его выпустили в начале лета хотя Россия должна была первая выходить с этим продуктом в праге эти продукты называются немножко по-другому вот и там их вышло два продукта но они примерно очень похожи по составу по химическому составу очень рекомендую попробовать так как сейчас это формула нового поколения возможно она вам понравится больше но нужно тестировать обязательно эфир с Юлией Донченко посмотрите который был вчера прям рекомендую я обычно эфиры по таким базовым продуктам не веду я только по дизайну веду вот а вчера был интересный эфир здесь на ютубе с продуктом керабейс керабейс уже есть у многих дистрибьюторов в наличии на эми шоп сейчас я надеюсь менеджер напишет как раз вам в комментариях с какого числа на эми шоп возможно уже на эми шоп есть скорее всего раз мы уже это на ютубе показываем поэтому имейте ввиду у нас вышла новая база по составу химическому хема без хема база берем тонкую кисть как всегда если это продолговатые линии то я беру 5 дробь 0 она упругая синтетика для других красок она не подходит она подходит только для импас рисуя другими красками вы просто не сможете работать этой кисточкой она у вас будет работать как бревно вот а для импас она работает как иголочка видите я прям в точечку собрала кисточку и уже как на иголку набираю на самый кончик здесь я не сильно обращаю внимание на подмалевок как вот мы с вами делали с дырками на днях потому что в принципе разводы хорошие получились и не хочется сильно много прям росписи сюда добавлять какое-то если для вас импаса в какой-то момент нут вы прям чувствуете вам тяжело она густовата вы берете Т-класс с которым я сегодня работала вы его видели и можете Т-класс добавить прям маленькую капельку и разбавить импасту такие изогнутые продолговатые линии которые тянутся от верхнего края типса к нижнему здесь самое главное чтобы они не превратились в кудряшки чтобы это были прерывистые линии можно перейти вот так даже на кантик смотрите прям просится чем хороша импаста это краска которую можно наносить сверху финиша и финиш например мы могли бы сейчас сверху не наносить в принципе можно было бы так и оставить просушить все и как бы дизайн готов но так как вот здесь в данном случае сейчас краска попадает на окантовку я бы не оставляла так я бы перекрыла еще раз финишем потому что когда краска попадает на самый край она все равно у активных особенно клиентов начинает скалываться по торцам прям стираться начинает так еще плюс я хотела что-нибудь из шермикончиков обязательно наклеить это же как же обязательно короче сегодня наверное девочки мы с вами без стемпинга просто хочется теперь к этому типсу сделать пару с небольшим количеством дизайна чтобы вы посмотрели вы же не все ногти не будете прям точно такие делать хочется где-то компоновку линий поменять компоновку поменять подмалевка да так сделали суши видите вот роспись художественная небольшое количество все равно усложняет дизайн покрытия она его делает более творческим она его делает уже знаете таким вот индивидуальным придает дороговизну вашей работе вам тогда не стыдно брать за свою работу потому что ну это же ручная роспись была да я и разводы сделала вручную я и элементы росписи сделала вручную хотя многие например декорирование недооценивают там типа ну ничего же сложного да вот все это тут приклеил почему это должно стоить дорого вот я считаю что например хорошая работа выполненная только с декорациями безручной работы да она тоже можно может стоить достаточно дорого и выполнено это будет виртуозно плюс есть себестоимость у декорации правильно вот поэтому я за то чтобы мастер который делает дизайн не обесценивал свою работу потому что многие конечно иногда к этому относятся так типа ну а что я тут такого сделал ну во-первых не каждый это может сделать это вот здесь моя знакомая которую я обслуживаю бесплатно да это у меня здесь есть один единственный клиент которого я взяла обслуживаться потому что она мне очень помогает и мне тогда как-то комфортно ее просить такой знаете бартер своего рода я когда приехала сейчас несколько дней назад да я смотрю у нее уже сделанные ногти потому что у меня же 5 недель не было она сделала у мастера здесь ногти французский маникюр я говорю о смотри какая прелесть думаю ну наконец-то не буду делать ногти вот потому что все-таки я же себя позиционирую как блогер и мне например не хотелось бы возвращаться к обслуживанию клиентов хотя я это не исключаю потому что вот так иногда обслуживать клиентов мне нравится и она мне заявляет она говорит нет нет я к тебе я на следующую коррекцию я говорю что это я говорю все вот ты нашла мастера кто тебя будет делать это русская девочка тоже приехала работают кстати тоже на Эми приехала она насмотревших насмотревших моих сторис вот она говорит нет нет я к тебе я говорю ну почему ну вот хорошие тебе ногти сделали ну все хорошо вот он твой французский маникюр смотри тут камуфляжек нет вот у нее вообще ничего нет для дизайна а я вот хочу чтобы вот как ты мне там вот всего-всего и мне так вот хочется вот а ты мне сделаешь что-то в следующий раз а я вот у тебя видела там такое понимаете она даже ну она разницу не понимает между декорированием и росписью понимаете для нее это все дизайн ну и что в итоге я такая обрадовалась думаю ну вот приехал мастер с Эми будет обслуживать здесь мою подружайку в итоге она ни в какую не хочет к ней идти обслуживаться потому что у нее нет дизайна вот поэтому кто мастера делает пусть даже не художественную роспись а делает умелое красивое декорирование в помощи дополнительных материалов декораций слайдеров всевозможных оцените свою работу потому что даже вот такие элементарные вещи не все делают это тоже надо уметь понимаете красиво эти наклеечки распределить чтобы это красивая композиция была чтобы это было красивенькое со вкусом так сделаем такую рамочку все нужно будет добавить сюда какие-нибудь элементы из декорирования так что вот так я только обрадовалась что приехала девочка которая работает на Эмми сейчас будет буду я всех к ней направлять видите а у нее дизайна нет вот как так предлагаю взять мои любимые шермикончики слова слова у меня всегда везде так это у нас фразы номер 179 это вот буквально сейчас мы в одном месте добавим one wonder woman давно я кстати эти слова не использовала здесь сбоку наклеим чуть-чуть прям буквально все и теперь можно перекрыть финиш можно еще раз перекрыть текласом либо взять любой финиш с липким слоем безлипкого который вы любите обычно когда мы с разводами делаем нужно чуть-чуть легкое моделирование сделать финишем под выровнять все это все и вот теперь к нему можно сделать пару какую пару к нему сделаем давайте горизонтально расположим рисунок расположим горизонтальный рисунок так так берем сначала делаем фон только давайте поменяем наоборот верховый здесь нанесем зеленый так этот вариант готов красиво конечно все-таки когда это импаста сверху финиша она тогда выпуклым кантиком лежит вот ну видите здесь в данном случае когда это идет по периметру лучше закрыть финишем лучше закрыть финишем теперь берем из коллекции остинтайм второй цвет номер 390 так 390 сушим так же как в предыдущем варианте мы с вами берем два цвета это из этой коллекции 392 разбавляем и разбавляем белый гель-лак и разбавляем белый гель-лак но они у нас уже разбавлены и готовы еще раз напомню вам цвета которые входят в коллекцию ластинтайм очень универсальные такие базовые вот этот яркий для смелых но этот цвет он очень модный очень модный я с этим цветом наверное больше всего работала этой осенью вот и поэтому сейчас пока зима прям идеальные цвета для зимы и не бойтесь что это вот такая вот яркая тыковка очень будет разбавлять скучный серый образ зимы и одежды потому что большая часть клиентов конечно ходит в скучной гамме так хоть что-то веселенькое будет снова делаем подложку номер гель топ слайдер гель лак это кстати тоже финишное покрытие чтоб вы знали поэтому если вдруг у вас когда-нибудь закончится финиш имейте ввиду что топ слайдер это хороший топ с липкостью просто он там нужно просушить его 2-3 минуты и снять липкий слой и это будет прям нормальное покрытие снова берем веерную кисть 4 но она у нас одного размера идет и так же на один бочочек наберите оранжевые на другой беленькие и давайте например чуть-чуть другие разводики сделаем так снова набираем хотела по горизонтали но что-то не захотелось можно вот здесь вот еще оранжевого побольше добавить теперь ждем ждем чтобы это все поплыло подождали подождали и кладете в лампу сушим сушим также избавляемся от дисперсионной пленки при помощи теклоса ой знаете что я тут захотела добавить может быть нам прокушку где-то не станет добавить сейчас попробуем вот так вот так вот его выложим вот так вот его прям ну не везде только вот в определенном месте это тоже у нас новинка кто не в курсе топ называется сильвер но я его зову топ ракушка сейчас покажу как он выглядит сильвер дроп сильвер дроп для меня это прямо ракушечник смотрите топ ракушка поближе покажу очень здорово смотрится особенно на светлых оттенках не торчит очень хорошо выравнивается прям отличный все и вот теперь он кстати без липкости имейте ввиду можно было бы его наносить здесь на весь ноготь и клеить уже шермикончики например те же вот ну так как у нас росписи я не хотела на весь ноготь слушаем и снова берем две краски без липкости это black tart и white raffinant черная смола и белый рафинат так как краска вот особенно белый рафинатом очень густой вы обязательно перед использованием сначала перемешайте обязательно соберите его в точечку чтобы прям как иголочка мне надо перчатки сходить купить у меня перчаток нет я кстати нашла где перчатки покупать вот теперь буду работать в перчатках с собой я в этот раз забыла не привезла ну кто знает у меня прям проблема была прошлый раз моего пребывания короче я привезла перчатки очень мало они у меня быстро закончились я не могла найти где купить перчатки сделаем наподобие такую же композицию только видите чуть-чуть и чуть-чуть сдвинем прямо в самый край здесь можно чтобы линии не пересекались не путайте эти линии с кудрявыми линиями линии здесь у нас получаются обрывистые она где-то прямо идет где-то утолщается это за счет того что мы где-то на кисточку нажимаем где-то мы ее отпускаем и линия тоненькая где-то опять нажимаем на кисточку так а здесь кстати можно черную линию впустить между вот таким разломом здесь у нас она справа шла подчеркивала крайнюю правую линию катя еще не смонтировали видео ногтей с верой блин точно я забыла в связи да девочки подсказывают что топ стоит альта база стоит 900 рублей о смотрите уже менеджер прислал вам ссылку на кирабейс все отлично в европе не будет дольче но узнать то вам уже сказали что не будет что забыла спросить дольче будет в европе или нет так давайте здесь я предлагаю прям сделать между когда рисуешь абстракции очень успокаивает прям терапия соседней квартире решили сделать ремонт не забывайте куда так как краска очень густая кисточку нужно периодически собирать в иголочку в точечку что вот такими прокручивающими движениями ну не знаю что мне конечно вот тут много черного сейчас посмотрим сейчас мы вот здесь полностью все это заполним 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 все сушу а у меня есть маленький косячок с мы его исправим подсушим сначала нужно взять чуть-чуть беленького 10 . попала случайно и так как мне все-таки кажется что есть много черного еще сделаю такой вот рисунок испорченных дизайнов не бывает бывает только незаконченные любой рисунок можно закончить до тех пор чтобы вам точно нравился да скажите вот прям тоже по-другому я эти элементы вот этот прием очень часто в абстракциях применяю ты знаете откуда пошло это был дизайн называлась крыло бабочки тоже которая рисовалась виде абстракции надо про него кстати вспомнить очень хорошая тема вспоминать старые элементы и давать им новую жизнь дизайном новую издавать то что все новое это хорошо забытая старая точно таких цветах классных получился бы очень классный вариант с крылом так все и дизайн и мастерская и и и Все, теперь точно закончена абстракция, сушим, добавляем к ней также из этой же серии шермикончиков надпись вертикальная, можно добавить в LoveStory добавить, вот здесь вот и снова финиш. Я не досушила, представляете, и начала покрывать, вот ты Катя. Ладно, чуть-чуть сушим, я чуть-чуть повыравниваю, потому что там большие кочечки есть. Так, сушим. И к этим ногтям понятно, что можно соседние ногти сделать просто однотонно. Да, такое однотонно. Можно только зеленый и синий покрыть. Причем разные. Часть ногтей не зеленый, а часть ногтей... Сейчас я вот так. Я сейчас просто в один слой покрою, чтобы визуально была картинка, понятно их. Без финиша, сейчас без ничего в один слой. Так, сушим. И второй вот просто давайте 393 покроем. И еще посмотрим, как оно будет все вместе выглядеть. Так, положим синенький. И вот так вот зелененький. Да? Ну, смотрите. Вот такой вариант походить с ноготками в январе-феврале. Как вам? На этом наш эфир подошел к концу. Девочки, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики. Потому что если вы колокольчик не поставите, вам не будет видно, когда пришли новые видео. Какие видео. Потому что мы же проводим не только эфиры, а выкладываем записи. Очень много всего. Поэтому обязательно ставьте колокольчик. Тогда удобно видеть, какой канал, что нового выпустил. Так, Катя, раньше нужно было перекрывать шермиконы двумя слоями топа. Сейчас все так же или достаточно одного. Смотрите, если вот так вот расположен шермикон, он сильно не врезается в боковую часть. Он находится где-то в центральной зоне. Их всего лишь вот этот, да, две штучки. То здесь достаточно одного слоя топа. А если декораций много, туда, конечно, желательно два слоя. Ну, я так думаю, что надо заканчивать эфир, потому что не дадут мне его вести.